Это очень круто. Это очень правильное время. То, что завтра, когда действительно будут серьезные вызовы, это будет очень кстати. Вот я вам приводил пример нашей забастовки вот этого саранского городского электротранспорта. Это не единственный пример. Таких примеров много, но просто такой очень яркий. Вы представляете, власть испугалась остановки работы трамваев и троллейбусов, и чтобы этого не произошло, пошло бы увеличение зарплат, финансирование и так далее. А если бы люди протестовали не за зарплаты, а если бы люди протестовали за честные выборы, с требованием пересчитать бюллетени, с требованием провести более прозрачный процесс. Вы понимаете, вот в этом случае у власти были бы действительно серьезные проблемы, но мы не сможем прийти к этому решению, пока у нас нет понимания этой задачи, этой цели. Поэтому нужно среди своего окружения, желательно по производственному, по трудовому принципу, бедно-просветительскую работу вести. И самое главное, нужно объединяться. Объединяться в одни организации, в общественные организации, в политические, в партию, в какие-то другие структуры, чтобы был диалог, чтобы вырабатывались общие решения, общие требования. А там, на этом этапе, будут и борьба за наши трудовые права, и в целом за наши права. Роль лидера велика. Не было желания? Я про Хабаровск, про Хабаровск, про Хабаровск. Почему не задушили Хабаровск? Не хотели? Не задушили, задушили Хабаровск. Подождите, стойте, стойте, подождите, стойте. Подождите, дайте я скажу. Хабаровск вышел на несанкционерную акцию год назад. Через день вышли еще на одну несанкционерную акцию. Выходили на протяжении недели, месяца, трех месяцев, полгода. Вы знаете, на протяжении всего этого периода времени, что происходило с властью? Они настолько орабели от количества людей, которые вышли в Хабаровск в первый день, что решились активные действия не проявлять, потому что это еще больше подстегмет все это протяжении на улицах. Они смотрят, неделю люди выходят. Они со всех ближайших регионов свезли туда силовиков. В Росгвардию, ОМОН, полицию свезли. То есть там армия фактически целая была, а они ее не применяли. Почему? Потому что людей было настолько много, каждый шестой житель Хабаровска вышел. Такого аналога, сравнения в России нет вообще. То есть, знаете, когда я слышу от скептиков, они говорят, «Николай, ну это все красиво, это все хорошо, ты дальше». Но это невозможно. Ты же, видишь, вы люди, в сказках, в своих мечтах живешь. И Хабаровск рушит эту скептическую модель. А почему же? Ну если невозможно. А как в Хабаровске? Посмотрите, какой каждый шестой житель. А если каждый шестой житель страны? Это сколько десятков миллионов человек, да? Легко посчитать, умеет. Поэтому объединять людей должна идти. И в тот момент, когда Хабаровск хотели задушить, они же начали шерстить по артистам. Они начали шерстить по депутатам, по бунтарям. Они многих задержали, на многих написали протоколы. Многие сидели за решеткой даже. А Хабаровск все равно выходил. Его нельзя было задушить, потому что у него не было лидера. Потому что каждый из участников был лидером, был организатором. Вот к чему сегодня мы должны стремиться. И вот этот закон, который я вам вначале сказал, общество в ИТЕ формирует общественное сознание, к чему Хабаровск вышел? Потому что Хабаровск арестовали, что ли? Да ну не спешите меня. Да, это была точка кипения, обострения, многих это задело. Но там же были не только сторонники фургала. Там были люди, которые устали от этого беспредела. Которым не понравилась, мягко говоря, пенсионная реформа. Которым надоело платить в 10 раз дороже за бензин. Которые устали от поднятия налогов и роста цен на продукты и все остальное. Людей просто достало это. А Хабаровск, а фургал стал всего лишь спусковым крючком. Поэтому вот к чему мы должны стремиться. Это идеальная модель. Ей нельзя противостоять. Я согласен. Вы ищите легкие пути. И это действительно легкие пути. Вот сейчас придет герой, он нас всех позовет, сейчас туда нам выйдет. Но я еще раз говорю, герой посадил. Сниму про него фильм в Голливуде, где он детей ест. Я не знаю, о чернях найдут в его прошлом. Какие-то мерзкие вещи, если не найдут, их придумают. И отвертут. И опять общество уязвимо вот в этой парадигме. Мы должны стремиться к просвещению создателей, чтобы каждый стал героем и лидером. И Хабаровск показал, что это возможно. А если это показал Хабаровск, значит это созревает в рамках всей страны. Потому что регионы-то грабят приблизительно одинаково. Ну да, какой-то активнее, кого-то пословеет. Но приблизительно одинаковая картина. То есть такая же ситуация, как в Хабаровске, созрела и в Ярославле, и в Саратове, и в Краснодаре. Просто там был обостряющий какой-то фактор. Молодежь как шевелить будет. Что? Молодежь как шевелить. Что молодежь или так? Шевелить молодежь. Как шевелить молодежь? А в Хабаровске пошли? В Хабаровске. Я думаю, что в Хабаровске у «Единой России» нет ни одного шанса. Вообще, я думаю, там ноль, минус ноль у них будет там. Блай, пойдет там молодежь? Пойдет. Почему? Потому что увидели все силы, когда говорят, что Хабаровск ничего не добился. Хабаровск единственный пример в Российской Федерации, я имею в виду с точки зрения таких масштабов, который показал полную неэффективность, нежизнеспособность власти. Он показал, что у власти на самом деле нет никаких механизмов. Они не могут сажать людей, как обычно все люди. Потому что столько тюрек нет. Нет столько камер, нет столько СИЗО, там, я не знаю, делений полиции, автозаков нельзя посадить в 100 тысяч человек. Это нереально. А когда люди уходят каждый день, их каждый день никто с одной из нас не будет. Потому что они еще и градусы напряжения повышают из этого, там, на основном хватает. Люди идут к делению полиции, высвобождают там этого человека. Поэтому нужно вот этот положительный опыт транслировать, нужно рассказывать его. Для нас это не просто теория, это доказательство. Это картина, это практика, это как аксиома. То есть это факт. Его нельзя больше отрицать. И когда говорят о том, что на базу ничего не дойдется, никто как власть на лопатке не плавал, как наоборачивая. На протяжении полгода, каждый день. Да, в ТикТоке есть, у нас очень масштабные торговолы. Давайте мы прекратим диалог двух людей. Вопросов очень много, желающих очень много. Здравствуйте. У нас осталось полчаса. Может быть, если будут желающие фотографировать, давайте вопросов пять еще ответим. Я буду коротко отвечать. Вот давайте раз, два, три, четыре. Давай, давайте, я коротенько буду отвечать. Здравствуйте. Спасибо вам за ваше действие. За то, как вы... Зато такие слова вы говорите. Вы очень хорошо видите субпроблем простого народа. Но, смотрите, вам не кажется, вопрос немножко дискредитирующий, конечно, может быть, компрометирующий. Не кажется ли вам, что коммунистическая партия за тот период Владимира Владимировича Путина, у нас же сроки теперь Владимира Владимировича Путина считается, она сама себя немного дискредитировала. В том плане, что за такое количество времени она тоже ничего не сделала фактически. Ведь это же все равно и их ошибка получается. То есть, вроде бы как это была победа Единой России, да? Каждый раз, на каждых выборах ты ходил, и каждый раз ты смотрел, как Единая Россия побеждает, а коммунисты проигрывают. То же самое было на каждых выборах президента. Абсолютно то же самое. И при этом ничего не менялось. Не было никаких реформ. Вы как говорите, должна же быть персональная ответственность. Должна быть ответственность за дела. То есть, если вдруг человек, допустим, даже тот же Зиган, он, не получилось в него один раз, не получилось в второй раз, почему дается ему третий раз? Я говорю, вот смотрите, кому нет, вы не понимаете, я вам вопрос в следующий задан. А еще, вам не кажется, что сам коммунизм, ну, само понятие коммунизма, текущее в реале, оно должно быть как-то трансформировано? Вы говорили о том, что персонально нельзя зацикливаться на этом. Ну, то есть, на личностях, что вот вокруг одного лидера, лидера посадили, и все, не будет никого. Нужно каким-то образом вам на, я не знаю, канале или еще, какой-то цикл просветительских, что ли, выпусков или видео, как вы видите, вот какие вот постулаты должны быть в текущем времени коммунистической... Ну, я понял, хорошая идея, я подумаю... Не убирайте микрофон, я вам следующий вопрос задам. Вот были выборы, вот вы сказали, там, последние выборы, там, в 16-м году. КПРФ, как и там кто-то другой, баллотировался. Баллотировался с какой целью? Вот шло на выборы с какой целью? Целью победить, правильно? Какой был результат? Ну, победила Единая Россия, не большинство. То есть, сейчас, вот на эти выборы, на какие-то предыдущие, мы идем, чтобы на выборах побеждать, но мы на выборах проникливаем. Ну, тем классификации, искажений, что люди не идут за них, как голосуют, конечно, в итоге потом жулики, да? Так если мы проиграли на выборах, как мы можем что-то изменить? Вот я депутат Саратовской областной думы. Вот я иногда встречаюсь в своих избирательных, такое бывает очень легко, люди, как говорится, все-таки грамотные, да? Но тем не менее, я слышу иногда правду, «Николай, ну ты же депутат, вот все измени». Я говорю, понимаете, что любая дума – это голосование большинства. Вот я вношу закон, давайте на медицину выделим дополнительный миллиард. А Единая Россия голосует против. Я говорю, давайте вот на дороге что-то сделаем, Единая Россия говорит, да мы против. Мы говорим, давайте, я не знаю, мэр будем выбирать, не назначите сферу там депутата, на что мы это выбираем. А Единая Россия против. Как мы можем что-то изменить-то? Понимаете, когда нам говорят, вы 20 лет у власти, да нет, да нет, мы меньшинство в парламенте законодательного органа, меньшинство, не влияющее на принятие решений. Как мы можем что-то изменить? Федеральная структура власти сейчас на выборах принимает решение, которое будет руководить. Вот если коммунистическая партия получает большинство, в этом случае есть возможность реализовать программу. Сейчас такой возможности нет. В тот момент, когда будет большинство, тогда можно спрашивать за итоги работы. А сейчас большинство едины России. И отвечают за это они, потому что они своими голосами это принимают. Вносят и принимают. Второй вопрос у вас, который был. Я имею в виду, что именно что за результат это да. Я имею в виду, что... А, про Зюганова спрашиваю. Да, смотрите. Сама структура у вас, ну как бы, не то что за изменения в рамках самой страны. Понятно, что вы ничего меньшинством продолжить не можете. Я имею в виду, в рамках партии должны быть изменения. Вот смотрите, да. Вот это вот хорошая тема. В 2018 году у меня был с журналистами такой спор, мы как поспорили, насчет кандидата на выбор президента. И люди, ну прямо слезы от смех у них в глазах были, когда я рассказывал, что... Я говорю, да, ну...